Вопрос. Лучше ли больному человеку не поститься или предпочтительнее поститься, перенося затруднения? Ответ. Хвала Аллаху. Вся хвала Аллаху. Если больному затруднительно поститься, то ему лучше оставить пост, а после возместить пропущенные им дни. Соблюдать пост с затруднениями не является желательным. Доказательства этому. Первое. Ибн Умар сказал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, воистину Аллах любит, когда используют его разрешение. Рухса. Ему неприятно, когда ему не повинуется. Привел Ахмад под номером 5832. В Ирвау-ль-Гиляль, Аль-Албани указал на достоверность этого хадиса, под номером 564. Второе. А Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала, Если посланнику Аллаха было необходимо выбрать одно из двух дел, он всегда выбирал наиболее легкое из них, если это дело не содержало в себе греха. Если же в этом деле присутствовал грех, то он держался от него дальше, чем другие люди. Приводится у Аль-Бухари под номером 6786 и у Муслима под номером 2327. Ан-Навауида помилует его Аллах, сказал, «Этот хадис указывает на желательность выбирать более легкое, если только это дело не запретно и неприцаемо». Напротив, больному нежелательно поститься, если это ему затруднительно. А в случае, если человек боится, что пост навредит ему, то поститься ему запрещено. Аль-Куртуби, да помилует его Аллах, сказал, «У больного могут быть два состояния. Первое, если он не может соблюдать пост. В этом случае человек обязан разговеться. Второе, когда он может держать пост, но с трудностями и вредом для него. Ему желательно разговеться. И поститься в таком состоянии только невежественный человек». Смотрите это в Сир-Уль-Куртуби, том 2, страница 276. Ибн Кудама, да помилует его Аллах, сказал, «Если больной человек постится, претерпевая трудность, то он совершает нежелательное, мокрух, так как этим он вредит самому себе, оставляет облегчение от Аллаха и разрешенное им». Смотрите Аль-Мухни, том 4, страница 404. Шейх ибн Усеймин, да помилует его Аллах, сказал, «Этим мы понимаем ошибку некоторых усердных людей и больных, которым пост затруднителен и, возможно, даже вредит, но они не желают разговляться. Мы скажем, подобные люди ошибаются, так как не принимают великодушие великого и всемогущего Аллаха, не принимают его разрешение, рухса, и причиняют вред самим себе. Ведь Всевышний Аллах сказал, «Не убивайте самих себя». Сура Аль-Ниса, аят 29. Смотрите Ащархуль-Мумти, том 6, страница 352. Также смотрите вопрос номер 1319. Аллах знает лучше.